Всем привет! Мы начинаем новый день. Сегодня у нас 30 сентября, понедельник. Время сейчас половина девятого утра. Мы с Алексеем собираемся поехать в город. Ну и конечно же возьмем вас с собой. А пока покажу вам немножечко нашей красоты. Наверное я уже многим надоела со своими цветочками. Ну это наше хобби, это наша любовь. И кому интересно, то те конечно будут смотреть. Ну а кому не интересно, то перемотают. Цветочки можно снимать каждый день. Каждый день что-то новое. Смотрите как флавида выросла. Флава была малюсенькая. Может быть ее в горшочек уже пересадить. Это вот Юля нам присылала из Ново-Воронежа. Юля смотрит мои влоги, заодно посмотрит как у нее цветочки. Как ее цветочки у нас прижились. Вот этот конечно цветочек достаточно интересный. У него смотрите на листиках видите такие вмятинки. Такой прикольный. Тоже уже такой достаточно большой подрос. А вот Джамал. Джамал конечно чуть медленнее растет. Долгий такой. Надо сейчас их полить. Что-то они суховаты. Алексей упустил своих девчонок. Леша, а ты видел, что у тебя хуя цветет? Пушистик. Это эскимо, эскимо. Да, да, пушистик. Ага. Ты видел, да? Красота. У нее цветочки такие как будто пушистые. Ой, болтается. Хотела на привыжку сфоткать. Она же только недавно, да, цвела? Она часто, да, цветет. Угу. А, вот она цвела, отцветала. Вот. Она, да, кстати, недавно цвела. А что-то, а, Матильда, вольно. Думаю, куда-то Матильда делась. Леша, надо вот эти три цветочка полить. Сейчас полю. Ага. Так. А, ты уже оделся, да? Да. А, ничего, что я тут хожу, брожу. У меня тут еще обувь летняя, которую мы уже не оденем. Надо убрать перемыло. Вот эти тапки мне в свое время окрасили табуретку. Кто меня давно смотрит, тот видел. В прошлом году. Сейчас я вам даже попробую. Вот. Видите? Эти тапки окрасили мне вот эту табуретку. У них сильно красится подошва. И в этот раз я постелила пакетик. Сверху вискозное полотенце. И вискозное полотенце окрашено. Готовимся убирать обувь, потому что уже жары не будет. Сегодня будет днем. Обещаю, 21. А вечером, а ночью 8-9. У меня, знаете, Golden Lock, филатодрон, скручивает листья. Кто-нибудь знает почему? Я вчера взяла его, а он скручивает листья. Видите? Не знаю, по какой причине. У него сухая земля была. Я его немножечко, конечно, полила. Думаю, может из-за этого. У меня спатик вроде и не заливали. Ой, спатик, оглашу. А что-то у меня лист зажелтел. Что-то мне нравится. Так это ж не с последней покупки. Может, перебаривали после пересаживания вообще? Нет, мы же ее взяли у Наташи в этом же горшочке прям. Видишь, лист зажелтел. От солнышка вроде мы их прятали, я не знаю. А, сейчас это... Если будем хоя пересаживать, хочу вот у этого посмотреть, корневую. Что-то он, знаете, давно уже не выпускал мне новый лист. Хочу посмотреть, что у этой монстера с корневой. Отставлю ее пока на стол, чтобы видеть. Ответишь, Леша? Телефон мой звонит. Смотрите, в Бакенвилле. Кто там? Телефон. А, сказал, перезвонит? Нет. Просто он на ней ожидал. А может, не успел просто? Видите, какие макушечки. Ой, какая красота. Нас окружает каждый день. Наня, тихоя. Какие штучки выпускает. Красотуля. Ее, конечно, можно начеренковать. Но я не хочу этого делать. Да. Не, можно ее начеренковать и погуще подсадить. А то у нас, видишь, она вся спереди, а сзади ее нет. Да, вырастет. Тем более у нас все цветочки на одну сторону. Ну вот, поделилась с вами немножечко красотой. Пойду, наверное, собираться в город. Это уже Алексей собрался. А я еще хожу, цветочки разглядываю. Какой красивый у нас балкон. Прям живой уголок. Вот смотрите. Ой, хризона, какие листочки. Я хотя бы вам показывала уже сто раз. Прям такие пушистики. Такое нежное. Все, подключусь к вам попозже. Мы уже вышли на улицу. У нас сегодня, кстати, пасмурно. И, знаете, так свежо. Ветерок такой прохладненький. Ну, я думаю, что мы не замерзнем. Хотя, скорее всего, мы поедем на маршрутке. Но еще не знаю точно, на чем мы поедем. Но надеюсь, что мы не замерзнем. Мы едем с Алексеем в страховую компанию. Сейчас вам немножечко покажу, по какой причине мы едем в страховую компанию. И попрошу вас по данному факту не писать мне злобные комментарии. Потому что это моя жизнь. Я показываю свою жизнь такая, какая она есть. И ничего у меня не спрашивайте. Потому что все, что я хочу сказать, я скажу. А все, что вы хотите больше, глубже узнать, я не готова отвечать. Сейчас вам немножечко покажу. Вот так выглядит зад моего автомобиля. А вот так выглядит перед автомобилем Алексея. Да, у нас большая неприятность. И финансовая, и моральная. Но это жизнь. И никуда от этого не деться. Вот так. Леша, слушай, а что это за жидкость такая темно-красная? Посмотри. А, это антифриз такого цвета? А я думала, он зеленый. Ну, как есть, так есть. В комментариях не спрашивайте, пожалуйста, что произошло. Хотя вам и так, наверное, понятно. Сейчас Алексей попробует поехать на моей машине. Хотя тут очень сильно смят зад. И, ну, брызговики, защита вот цепляет колесо. Просто мы еще встретимся с хозяином машины. Хотелось бы, чтобы он посмотрел ее тоже. Ну, попробуй вокруг дома проехать. А, ты сиденье? Наверное, сиденье у меня водительское сломалось. Потому что после ДТП я оказалась лежа в автомобиле. А ты крышу видел? А в ГАИ не писали крышу вчера. Не открывай, ну, она же прям не закроется. Зачем ты делаешь? В общем, ладно, сейчас мы подумаем, что нам делать. На маршрутке ехать или на машине. И попозже тогда к вам подключусь. Представляете, ехали в маршрутке. И у меня немножко шок. Все мужчины сидят, а все женщины стоят. Ну, Леша, конечно же, это, не садился. Женщина рядом со мной села. Но у меня такой шок вообще. У нас культура в городе отсутствует. Но я думаю, что в других городах то же самое. На каждом сиденье практически сидели мужчины. А все женщины стояли. Меня эмоции прям переполняют. В страховой компании мы освободились и пришли на набережную. Тут недалеко, а буквально одна остановка общественного транспорта. Я, кстати, заметила, что когда у нас какие-то неприятности, мы всегда приходим к воде, да, Леша? Когда клёп у нас умер кот, мы тоже на озеро светло жить ездили. Ну, и когда что-то не так, мы приходим к воде. И сегодня мы пришли тоже на акул. Будем сейчас кормить уточек. Леша позаманил уточек. Они приплыли, но еще немного, еще мало. Какие же вы хорошие! О, слетаются, слетаются! Разговаривают между собой. Такие хорошенькие. И все разные, смотрите, да? Все разные. Они приплыли, они приплыли. И все, и опять драка началась. Но что это такое? Вы будете жить дружно, нет? Не хотите, да, жить дружно? Все время деретесь. Отошла чуть-чуть, он сделала фотографии Леши на превьюшку. Он тоже видео снимает. Игоны щиплются-то как, а? Что вы щиплетесь? Будьте, мои хорошие! А что делать? А у меня потому что штатив, а у тебя нет. У меня же селфи-палка. Вот что бразиты делают, щиплются. Сейчас по попе кому-то дадим. Зачем щиплетесь? Все пошли делать, да? Да. Да. Ой, вообще. Да, да. Ой, ну что ты вот. Они боятся подходить уточке? Голуби не боятся, а уточки боятся. Держи. Держи. Ага, не говори. Мы будем с тобой с Ушки на вот сюда. Ушки с карпачей. Да, да. Что-то на кае ехать. Я пытаюсь запомнить кому-нибудь дал, кому-нибудь да. А кто у кого отнял? Ты запоминаешь? Гручунова запоминаешь? Да. Ты видишь трачунов, да? Ага. Сейчас еще этот пакет улетит. Он держался. Алексей, призови своих подписчиков ходить, кормить уточек. Скажи, какое это удовольствие? Моральное удовольствие, да, доставляет. Проходите, кормите, помогайте. Вообще-то, когда вы invites у этого, я их послали, что я ищу. Вот я. Боится Боится Ну не надо, дай ему, муж боится Давай докармливай, пока все не попередрали здесь Убегают, ага Так успокаивай Убегают 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 Убегут Убегают Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 так что землю можно обновить до корней что там приличное количество смотрите плохих я как-то давно хотела ее посмотреть и все забывала а сейчас вот глянула на нее сегодня и поняла что мне надо бы ее посмотреть ну все вроде бы остальное прям хорошие свежие крышочки так только теперь мне надо точно уменьшить горшок потому что это очень большой и земля вся какая-то дренаж мне сейчас пригодится а горшочек я и сейчас найду поменьше так горшочек я взяла литровый у нее был двух я взяла на литр сейчас мы с вами ее пересадим я же не могла просто так в двухлитровый посадить значит у нее лучше была корневая чем сейчас побольше дренажа насыплю потому что корневая маленькая вообще не знаю я вас как-то неудачно поставила вам наверное вообще мало что видно но у меня в ванной даже некуда вас ставить у меня тут очень ограниченное пространство так сейчас свежие земельки подсыпем подсыпем и теперь поставим ее ой мы у меня упали упали ну ладно сейчас закончу и вам покажу что у меня получится так альбочка моя готова я ее посадила в литровый горшок и буду за ней наблюдать конечно по хорошему ее можно было бы в 0,8 посадить но 0,8 у меня нет гашка а 0,6 я боюсь будет маловат совсем 0,6 это вот такой я туда даже палку не внесу ну пусть пока в литровом забудет главное не зали по мне ее и посадила еще хою хоя флавида она у меня в стаканчике 200 граммовом сидела я ее вот в горшочек 0,4 посадила в горшочек у меня 0,4 а была вот в таком стаканчике ну у нее хорошая такая корневая я ее еще когда в стаканчик сажала видела что у нее хорошая корневая думаю может сюда поставить его сейчас посмотрим в стендапсус можно я подавать вот этот лок наверное я опущу вниз вот так рядом с красненьким желтенький рядом с красненьким а вот этот маленький вот сюда поставим чтобы хотя бы пару дней за ним понаблюдать как он поведет себя в новом горшочке вот так вот а эти стаканчики пока еще пусть постоят конечно можно да нет не надо рано их еще сажать еще рано пусть я так вот корневую еще не вижу в этом стаканчике пусть постоят они у меня вот здесь на полочке не у меня а у Алексея стоят просто Алексей обед сейчас сосиски отваривает я спагетти отварила а он сосиски отваривает будем сегодня спагетти с сосисками есть хотя у меня суп чечевичный есть но мы захотели спагетти вот поэтому пока Алексей там занят сосисками я тут занялась монстерой ну и заодно одну коечку пересадила они у нас по сути с рано все общие время у нас половина седьмого уже вечер я сейчас приехала в нашу поликлинику вот так она выглядит наша поликлиника вчера ой вчера в пятницу я сдавала анализ крови и сейчас мне на прием к врачу ну как выйдет так тогда подключусь мы уже дома время у нас половина десятого вечера после поликлиники мы заезжали еще к Лешине маме немножечко там посидели поужинали арбузико съели и вот сейчас приехали домой ну в поликлинике меня сегодня прям порадовали сказали что анализ сейчас крови у меня гораздо лучше тромбоцитов у меня стало 200 а было в начале этого года было у меня 600 сейчас тромбоцитов 200 гемоглобин у меня 117 то есть уже почти норма практически вот ну тотем у меня продолжать пить и повторно мне анализ крови сдавать не через две недели а через три 18 октября мне на анализ крови так что хоть какая-то радость за целый день да анализы стали получше но тотему мне еще пить вот сейчас буду пить там было днем выпить а днем что я плазан ты не выпила тотем я не знаю знаете ли нет это такие ампулы внутри железо железо глюканат эти ампулы они разводятся в жидкости и пьют через узенькую маленькую трубочку чтобы железо не попало на зубы иначе зубы почернеют но все равно я хоть и пью через трубочку но заметила что вот у меня в щелях между зубов есть потемнение хотя до тотемы ну буквально можно сказать 4 месяца назад у меня такого не было ну как всегда одно лечим другое калечим не зря ж такую пословицу придумали все хорошо возвращаемся к жизни Алексей сегодня взял другой лакус у этого же хозяина у которого мы и работали завтра он отмоет этот лакус так как он очень долго стоял без водителя в общем уберется там все помоет колесо поменять там надо сделать разнохождение и я думаю что будет все хорошо послезавтра Алексей уже поет работать вот такие у нас дела на этом я буду заканчивать наше видео хочу вас всех благодарить за то что меня смотрите за то что ставите лайки пишите комментарии большое вам спасибо и большая просьба к вам ни о чем меня не спрашивайте все что показала что я хотела я вам показала все что хотела я вам сказала больше не спрашивайте у меня для меня это пока больная тема так что если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео всем спасибо и пока пока